Утверждаю о том, что на территории парка запрещен промысловый лов рыбы и в этом году не осуществляется. Платить за что? За что? Вы можете конкретно ответить? Ответьте, пожалуйста. Кто-нибудь получил лимиты? Вы владеете ситуацией? Конечно, потому что я его зарабатываю. Договор аренды не существует на территории парка. Не существует договор аренды. В ней можно ловить рыбу? Нельзя. Нельзя. Нельзя ловить рыбу в ней? Нельзя. Кому нельзя? Перевозка, удочку вам, червей. Набадочек. Здание на 4,4 миллиона, которое под собой имеют только голые стены и ничего в средине нет. А что вы не бьете в набад все? Я не могу понять. И вы в шоке, я понял. Я в шоке. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Всё для клёва». Я приехал в офис Нижнегестровского национального природного парка. к директору Кротову Сергею Анатольевичу. Хочу задать ему вопросы, особенно касающихся оплаты за проезд на глубокий Туранчук и особенностей ловли в границах Нижнегестровского национального природного парка. Организация особоистого приема граждан. Понедельник с 15 до 17. Сколько сейчас времени у вас? Вот я уже час тут уже. Сколько времени? Подскажите, пожалуйста. Сколько времени? 16.43. 16.43. 16.43. Вот уже час я стою, директора нет. Ну такое бывает, конечно, я ж не спорю. Ну подождем. Подождем его, посмотрим, когда он будет, будет ли вообще. На глубоком Туранчике. Стоит хоть одно вроде лыба? Да. Вентиль. Скажите, пожалуйста, у нас, вы знаете, кто вообще, у нас есть рыбодобытчиков, да? Бывший рыбхолхоз. Так. Красный Приднестровец, который сегодня директор Шевченко, да? У нас на территории парка могут теоретически ловить четыре структуры, да? Ну хорошо, четыре, пять, неважно. Вы видели, отец, почему вы не позвонили в рыбный патруль или к нам? То есть вы говорите о том, что... Я не говорю, я утверждаю. Нет. Что вы утверждаете? Утверждаю о том, что на территории парка запрещен промысловый лов рыбы и в этом году не осуществляется. Это смешно. Это просто смешно. Значит, вы не владеете ситуацией, понимаете? Просто не владеете. Потому что там сплошь и рядом люди ловят сетями. Вот смотрите. Давайте. Для того, чтобы любое специальное выкористание природных ресурсов, да? Так. Оно осуществляется по дозволу. Что ловля рыбы, что... Вот они должны иметь вот такой дозвол, который подписывает... Раньше это подписывал департамент. Сегодня это подписывает глава областной державной администрации. Вас вводят в Оманы на Украинском море. Решение, да? Вот дозвол, да? Он старый. Но ничего с этого момента не изменилось. Этот дозвол как-то выдается на год или на сколько? На год. На год, да? Соответственно, с лимитами. И они должны были получить лимиты на специальное... То есть... Ну хорошо. Ага. Ну кто-нибудь получил лимиты? Вы владеете ситуацией? Нет. Конечно, потому что я его зарабатываю. А, вы его разрабатываете? Конечно. Представьтесь, пожалуйста, извините, еще разу. Иван Владимирович. А ваша должность какая? Начальник НУКО 2.1 видео. Вот смотрите. НУКО 2.1 видео. НУКО 2.1 видео. Ага. Так. Так. Что он пишет? В том числе... Прошему, да? Так, и что? Ну, посмотрите. Так. И что просят? На обратной стороне, наверное. Вот. Сейчас. Ну вот, желтым выделяется. Возрахование, просим у вас. Разглянутое питание. Сюда на дня. Это уже на 20-й год. Вот дозвол на специальное учрестание природных ресурсов в межах территории, это объектов природно-заповедницкого фонда Украины. Так. Вот теперь смотрите. Дозвол в 17-м был в году. 18-19 дозвол. Если бы он был, они бы приложили. Вас разводят. То есть, получается, за 18-19 год у них нет дозвола? Конечно. Охренеть. И не только у них. Так. Так. Ну, такой же. Да, да. Так что, у них, получается, вообще нет дозвола? Ну, я же вам об этом... Летите лететь, бляха-муха. То есть, вот эти 4-5 человек, которые ловят официально... То есть... Они не ловят официально. Это браконьеры. Охренеть. Рыбаки-любители ловят от 3 до 5 килограмм. Все дозволы на все. Нема доску. Я в шоке. Где? Устье. Ага. Устье глубоко от ручука. Так. И... Километр, да? Да. Вверх по течению. Зона? Это зона хихотеологического спокойствия. Этихиологического покоя в ней можно ловить рыбу? Нельзя. Нельзя. Нельзя ловить рыбу в ней? Нельзя. Кому нельзя? Нельзя рыбакам ловить рыбу. Вообще никаким рыбакам? Да. Да? Если... Етите летите. А что тогда вы не бьете в набат все? Я вот не могу понять. Ее в набат все утра. Зона рыбы. Рекреации. Так. Тут забороняется рубки лесу головного крестования. Промысловое рыбальство. Ага. Мысливство. Двое инши деялости коможены на гадрино-плэнту на стан в природных комплексах и объекте заповедной зоны. Понятно. Действительная карта схемы. Ну что есть предварительная? Она на представе указа президента. Ну так это же хорошо. Да. Можно вам взять карандашик? Конечно, пожалуйста. Да-да. Я так понимаю, что вот это вот у нас глубокий турничук. Правильно? Вот меня интересует вот эта вот зона. Это чего? Красная. А там посмотрите внизу. Вот это, да? Все разные, да. Регулированная рекреация. А, внизу. Она же на сайте данная информация есть. Ну тогда это вот зона регулированной рекреации. На сайте она есть. Ну, ответите правильно. Открыть вопрос. Ну, она написана. Ну, вы можете конкретно ответить? Ответьте, пожалуйста. Вот. То есть вот эта зона регулированной рекреации, да? А вот это? Это километровая зона. Нет, зеленый водный. Вот зеленый. Взлетий грунт заканчивается. Километровая зона водной лады. Аааа. То есть получается это все? Это смеши. Это границы. Все понятно. Не зонирование. Я понял. То есть получается вот это на глубоком трунчаке, это зона регулируемой рекреации то есть на ней вообще нельзя промыслово промысловы нет не должны не имеет права не имеет права на территории парка промысла не должно быть болт и не она может осуществлять случай она может осуществляться спецвыкористания в том числе добыча водных биоресурсов на предстанет лимите выданных мин природы и дозволив выданных державной администрации государственной державной администрации то есть обл областной державной администрации понятно это норма закона 9-1 закон украины про природозаповедный фонд шикарно то есть получается что там вообще не должно быть ни одного промысловика правильно промысел не может там осуществляться осуществляться промысел может на хозяйственных зонах есть зона регулированной рекреации там где осуществляется может осуществляться согласно нашего режима по положению может осуществляться любительское рыболовство может осуществляться любование там природы и тому подобное есть заповедная зона где вообще никакая деятельность человека не может И есть хозяйственная зона, где возможно специальное выкористание природных ресурсов, в том числе и добыча водных биоресурсов. Но все спецвыкористания действуются на представе лимита, выданных министерством и дозволи, выданных в Державную администрацию. Хорошо. Вы владеете ситуацией? Дозволы какие-то у предприятий, которые добывают рыбу в Днестре, есть или нет? Вы владеете ситуацией? Днестре есть у них, так как это рыбогосподарский водный объект. Территория заповедника не считается рыбогосподарским водным объектом. Поэтому на территории заповедника лимитов на этот год не было. В прошлом году не было. На следующий год еще никто не разрабатывал лимиты по спецвыкористанию, что касается водных биоресурсов. Есть лимиты на выкосы черета, но, насколько мне известно, дозвол еще никто не выдавал. На этот год, на 2019 год. То есть это в рамках спецвыкористания. Понятно. Я хотел уточнить. Вот эти 30 гривен. Это обязательно или это добровольный платеж? Нет, смотрите. В законе про природозаповедный фонд написано... Ответьте конкретно. Хорошо. В законе Украины про природозаповедный фонд написано, что дозволяется брать кошты за вид видывание территории. Дозволяется. То есть эти кошты направляются на специальный казначейский счет, который возможно оттуда взять только в рамках природоохоронных заходов. То есть это или же топливо, или же информативная информация, или же там различные постройки, ну так скажем, наглядовых веш, чтобы смотреть за пожарами и тому подобное. Ну вот в рамках природоохоронных заходов ци кошты дозволяются. То есть обовязково чи не обовязково, на данный момент обовязкового ничего не мая. Обовязкового не мая. Есть организации, которые осуществляют рекреационную деятельность. Вот в рамках договора у них прописано, что они проплачивают эти 30 гривен за человека для, опять же, для каких целей? Для природоохоронных целей. Вот такая ситуация. Что-то вы как-то загнули. Я, как и многие сейчас подписчики, которые смотрят это видео, не поняли. Еще раз, пожалуйста, только четко скажите. Проехать через границу, в границе парка и платить нужно обязательно или нет? Платить не обязательно. Вот. Вот. Но есть правило нахождения на территории природозаповедного фонда. Если вы посмотрите на сайт Нижнедестровского национального парка, то там предбачено, что на территории заповедника нужно быть с перепусткой. Сама проплата не является перепусткой. То есть платить, по сути как, не обязательно. Хорошо. А если люди хотят сделать эту проплату в рамках для того, чтобы территория природозаповедного фонда развивалась, да, это да. И организации, которые, еще раз повторяюсь, организации, которые заключили договор на рекреационную деятельность, они это проплачивают в рамках природоохоронных заходов. Для природоохоронных заходов. По поводу этих 30 гривен. Хотя, в принципе, цена-то небольшая. 30 гривен. Я не хочу останавливаться на 30 гривен. Я не хочу вообще приводить это в деньги. Я хотел бы, чтобы было правило нахождения на самом парке. Чтобы люди в первую очередь ознакомились с территорией, где возможно находиться, где невозможно. Какие можно вообще действия там осуществлять. Вот. И что самое главное, чтобы вывоз мусора, противопожарная безопасность и само нахождение там, чтобы люди понимали, что там можно делать и что нет. Это в режиме предусмотрено, так же вот у меня поправляют. Норма вылова, какими орудиями лова. На это все нужно человеку ознакомиться. Вот после того, как человек ознакомится, он, по идее, сама перепуска будет предусматривать, что человек знает, где можно и чем можно заниматься на территории парке. Вы сказали слово перепуска. Она какая-то физическая бумажка, которую должен получать человек. Конечно. Мы ее сейчас принесем и покажем вам. Пока она есть подсюда. Да. Хорошо. Кстати говоря, о 30 гривнах. Вы как-то научно обосновываете эту цифру? Конечно. Почему не 20? Почему не 40? Конечно. Да. Был у нас такой уже разговор. Тут вот опять же на научно-техническом совете это было определено. По идее, у вас должен быть какой-то распорядочный документ о том, с какого числа начать брать деньги, на какой счет оно должно все идти, сколько человек должно быть на дежурстве, который осуществляет контроль. Я так примерно понимаю. Смотрите, зачем контроль? Контроль осуществляем, допустим, нам намного проще. В рамках, вот если мы видим, что есть у рекреанта, да, который подписал договор, есть вот такая перепуска. Мы понимаем, сколько, вот с того момента, как он взял и просит следующую партию этих перепустов. Мы понимаем, сколько там, какое количество людей. То есть определяем. Так это на цветном притере можно напечатать? Не, ну это можно и нарисовать тогда, если таким уже образом. Ну а что, на нем? Ну тут стоит печать, там стоит и все такое. Смотрите, значит можно даже определить, вот номер, например, да? Если у всех одинаковый номер, то это все подделано. Конечно, конечно. Плюс должно стоять число, месяц и все такое. И мы тогда понимаем, сколько человек на данном участке. Хорошо, а кому давали такие? Ну есть у нас организации, которые, у нас их вообще было 9 организаций. Которые перевозят, да? Которые осуществляли рекреационную деятельность. Перевозят они там, не перевозят. Они осуществляли, у них есть договор заключенный на рекреационную деятельность. Вот было таких 9 организаций. На данный момент у нас осталось, это было у нас как юридические, так и физические особы. На данный момент у нас осталось только юр-особы. Это в количестве трех, в количестве трех организаций. Так, ну вот она получается, глубокий турунчук. Ну так что, что нужно сделать, чтобы ее получить? А, 30 гривен. Так тут уже написано. Это уже, вот мы проставляем, это идет просто, вот эта перепуска идет на организации, которые заключили с нами договор. Которые, я вам говорил, заключили договор на рекреацию. Что значит договор на рекреацию? Что они делают? Они предоставляют услуги со своей стороны. Какие услуги? Я не могу вам сказать, какие они. Ну, допустим, вывоз. Вывоз и перевозка, допустим. Людей на рыбалку? Совершенно верно. Плюс там, вывоз мусора и благоустройство. То есть, это их перепуска. То есть, человек, который садится в лодку, за руль, это у него перепуска. Это у людей, которые они пришли к организации, которые занимаются перевозкой, да, и на места определяют их какие-то, благоустроенные. Вот у них должны, они каждому рекреанту дают вот такую перепуска. Вот вам калькуляция. Так, тому, как бы что, определили, что давайте 30 гривен. Вот идет калькуляция. 30 гривен. И идет, что там на что, идет затраты, какие там. Вытраты на бланке, вытраты ГСМ, информационное обеспечение. Вы планировали 6520 человек, что они должны посетить ваш парк в этом году, а посетила, грубо говоря, не 6000, а раз в 10, в 15, в 20 раз больше, тогда и сумма должна быть раз в 10, в 15 меньше. Нет, я с вами не соглашусь. Смотрите, вы невнимательно совершили. Ну почему? Данная цифра была принята решение, вот смотрите, вот этим руководителем. Да. Отличный, великолепный руководитель. Он по условиям 2018 года собрал статистику, что у него было примерно в районе 6000 за 2018 год. Понятно. И он спланировал эти затраты на 2019 год из этого расчета. Понятно. Мы сегодня ведем фактический учет, да, тропогенной нагрузки, и вы сегодня правильно задаете вопрос, что те планы, которые есть, не соответствуют действительности. Давайте вы к нам вернетесь с этим вопросом где-то в марте месяце, когда мы сформируем свои планы на основании той деятельности сегодняшней осенней. Да. Мы вернемся к этому вопросу. То есть тогда получается. По количеству. Но вы же должны понять еще одну ситуацию. Почему вы не задаете вопросы? Почему здесь не указаны горючие смазочные материалы? Тут отображено только топливо, да? Где техосмотр по плавсредствам? Где замена масла, фильтраты, регламенты ОПО, машинам, по топливам? То есть здесь еще не все... Но у меня такое... Я вас понял. Но у меня такое ощущение, что вы живете только за эти деньги. А что вам государство вообще ничего не дает? Нет, мы не живем за них. Не, но вы же полностью всю свою деятельность хотите сюда включить? Не, ну не всю деятельность. А вот есть, по крайней мере, вот такой перечень небольшой, который был именно определенный... Принято решение. Руководителем тем, какие планы он подал в министерство, да? И что произошло? Приобреталась техника за 19-е годы? Так вот все есть. Открываем, вот, ЕРДПУ. Открываем, берем вот этот номер. Копируем. Да? И вставляем прямо вот сюда. Прямо в Google вбиваем его. Ставить. Энтер нажмите, пожалуйста. Есть. Все, теперь смотрим. Вот. Дозора. Орг. И там закупки есть. Вот, пожалуйста. Может, вы не в курсе дела. Вот, пожалуйста. Вот ваши угоды. Все написано. Пожалуйста. За 19-й год только топливо и услуги подключения, это самого, электричество. Электроэнер. И, пожалуйста, на 403 тысячи вы купили новые лодки и на 4 миллиона за 18-й год, да. За 18-й год. Да, за 18-й год. А что? Ну, будьте внимательны. Ну, давайте посмотрим. Хорошо, давайте. Давайте, давайте. Хорошо. Два мотора куплено. На 403 тысячи. Все. Вот. Все. Отлично. И 4 миллиона, 400 тысяч, это вы, я так понимаю, что купили здание или что? Какое это? Нет, конечно. Не, ну, можно, мало ли. Договор будет являться. 4 миллиона. Я так понимаю, на конец бюджетного года, да, оставались деньги в министерстве, они выделили 4-4 миллиона денег на приобретение здания. Вот. Какое здание? Где это? В маяках находится. А, который в офис второй у вас, да? Нет. Нет, офис второй, так же самый, как и этот офис, он арендируется. Так. А есть еще, вот, на целевые деньги купили здание. Для чего? Какое? Офисное. Ага. Купили здание для сотрудников парка. Ага. Да, ну, дело в том, что оно непримодно сейчас для, как бы, для выкористания. Ну, яхт-то так. Ну, яхт-то так вот. Нормально. 4 миллиона потратили. Совершенно верно, не 4, а 4,4 миллиона. Да, да, да. Компьютентные органы дадут. Да, правовую оценку. Да, короче, тут капец. То есть вы должны понимать, что вот, грубо говоря, с сентября месяца, оно так и есть, да, с первого числа, мы до сих пор производим инвентаризацию. За 11 лет было 8 исполняющих обязанностей директоров. И никто после себя назначения и ухождения, они не делали передачу вот этого всего имущества. И не имел представления, что тут, какие дела творились, а я имею в виду вот такие вот бюрократические в этой организации. И вы в шоке, я понял. Я в шоке. Откровенно говоря, я в шоке. Потому что я с сентября месяца еще до сих пор не могу привести тут хотя бы документально все до лагу. И то же самое по имуществу. Мы имущество собираем по всей этой Одесской области, где оно находится. Пытаемся определить, кто, когда, кому передал и куда он его оставил, и где он его дел. С вот этими закупками на государственные, с государственного бюджета зданий на 4,4 миллиона, которые под собой имеют только голые стены и ничего в середине нет. Да ладно. Это не ладно, потому что нами было подано во все компетентные органы эта информация. Сейчас будут правоохранители давать правовую оценку приобретения этих зданий и тому подобное. В общем, тут вы задаете по сути правильные вопросы, которые я хотел бы их вывести максимально в законодательное русло. Чтобы для каждого человека было понятно, куда он тратит и на что он тратит. И куда тратятся эти деньги и все такое. И тут таких вопросов у меня каравул пруд пруди называется. Итак, еще раз. На Днестре имеют право ловить промысловики? Промысловики имеют. Нет, они получили квоты и лимиты от МИН АПК через рыбоохранные органы. Так. Да. Но в глубоком трунчике они не имеют право. Нет специальных лимитов на выкористание и квот на территории ПЗФ за 19-й год. В 19-м году они не имеют право осуществлять промысловый лов на глубоком трунчике. То есть, вот получается, вот тут маяки, да? На Днестре могут. На Днестре могут. А от стрелки в сторону выкота лимана здесь не может в 19-м году осуществляться промышленный лов. А если он там осуществляется, почему тогда ваши инспекторы этого не видят? Я лично отрабатывал, я пока ничего не находил. Но есть информация о том, что браконьеры пытаются. И получается, здесь им сети можно ставить? Ну, здесь, да, промысловая зона. Здесь в середине СТРХ получило какое-то предприятие. Сейчас мы ждем информации, потому что у нас будет смежная территория с ними, чтобы мы понимали, что это за промысловики. Вот этот ручок, да? Вот это оно? Не глубокий, а беляевский? Да, да, да. Да, конечно, вот он. То есть, на нем тоже, получается, нельзя выйти? До вот данной границы, вот если вы видите, это второй остров в Беляевске, первый остров, делаем поворот, и вот граница парка заканчивается. Она продолжается по островной части, а в сторону Ясок это участок промышленного лова. Здесь вот у нас остров, второй есть остров, есть первый остров. И от него где-то метров 800-900 заканчивается территория. И в них с сетями не имеют права ловить? Нет. Там не имеют права. Никто? Нет, никто. Ни промысловики, никто? В 19-м году, без спецвакорастания, а таких нету, никто не имеет права. Вот есть проект... Проект Кашторос. Да, на 19-й год. Вы задали вопрос, почему государство не выделяет ли нам, или выделяет деньги на топливо, да? Вот в Кашторосе 2019-й год. Вот этот КВЭД 2210, это тот КВЭД, куда заходит на этот счет, куда заходят эти деньги в 30 гривен. То есть предусмотрено в 19-м году, это министерский, да, Кашторос, предусмотрено, что вот такими действиями по 30 гривен мы заработаем 145 тысяч гривен. То есть не меньше, да, 145 тысяч гривен. И только с этого КВЭД 2210 мы можем брать на предметы, материалы, обладание, инвентарь, а конкретно все, что касается природоохоронных заходов. То есть это все, в том числе и бензин, и все остальное. То есть целевых денег на выделение топлива не существует. Есть определенный КВЭД 2210, который подразумевает под себя оттуда, что мы можем брать топливо. Да, но тут есть загальный фонд и есть специальный фонд. Совершенно верно. По загальному фонду, по идее, вам должны давать деньги. Вот, 46 700 это вот на предметы, материалы там и тому подобное. То есть бумага, ручки, всякие скрепки, папки и тому подобное. Вот, 46 700. Все остальное, что мы можем там, допустим, купить, там, аншлаги, или же на катер поломалось рулевое управление, или еще что-нибудь, или топливо. Вот мы берем с вот этого специального счета. 145 тысяч была планировка. На какое-то, на какое число? Это 19-й год. 19-й год. Да, вот это и вот это все разом 191 тысячу. То есть, 145 тысяч, это если даже на топливо потратить, это сколько у нас получается? А, ну это у нас и получается где-то в пределах того вот этих... От 6 до 7. Да, что вы вот посчитали. На 22 тысячи гектаров, до 24 часа в сутки, до на 7 дней в неделю. То есть... При расходе 18 литров в час. Да. Можно это как бы высчитать. Да, только оно получится, что нам минимум надо будет 50 тонн. Ну, это же Кашторес. Кашторес. А сколько получено? Это же... Это же... Это планы. Наверное. Сейчас я же вам сказал. Сейчас я вам дам информацию, не подбиваю. На 134 тысячи гривен. Знаете, уже была одна такая ситуация, как я, будучи, работал в рыбоохране и поехал с этими журналистами на открытый стол. Но хорошо было, если бы это был прямой эфир. Почему я всегда говорил? На прямой эфир я согласен постоянно давать. А с журналистами я говорю, я не хочу общаться. По какой простой причине? Потому что, когда я увидел, когда сделали нарезку слов, да, и моими же устами я слышу ахинею в телевизоре, да, это для меня не то, что это наука была для меня такая. Что говоришь одно, а в итоге получается одно. Я вообще не заангажированный, честно говоря. Это хорошо. Как вы скажете, так и я и оставлю. Скажите, пожалуйста, про тех людей, которые берут 250 гривен. А что мне про них говорить? Если люди дают какие-то услуги, они вправе требовать плату за них. Если люди не дают никаких услуг, за что платить? То есть, и тем более, что у них нет никаких договоров аренды с вами. Договора аренды как-то не существует на территории парка. Не существует договоров аренды. Может быть договор про услугу, про рекреацию. Хорошо. Да. Что это означает? Ну, а то и означает, что они предоставляют какие-то услуги на здействие какого-то отдыха, рекреации. Откройте, посмотрите, что такое рекреация. Я посмотрел. Если они вам предоставляют какие-то услуги, в том числе перевозка, удочку вам, червей, место какое-то специально благоустроенное или там еще что-нибудь, то они вправе взимать с вас плату. Если они не предоставляют, то платить за что? За что? Ну, нормой закона нашей, законом Украины про природозаповедный фонд, предоставлено, что мы имеем право взимать плату за находление на территории ПЗР. Все. И таких рекреантов у вас сколько человек, организаций, которые официально? Украинских организаций три. Официальных? Да, три юридические. Было девять вместе с физическими особами предприемства. Но в связи с невыконанием вымог договора, с ними договора эти были закрыты, так как у них было предусмотрено в этом договоре расторжение в одностороннем порядке. Так как на постоянной основе некоторые пункты договоров не выполнялись, с ними отношения Нижний Днестровский национальный парк прекратил. С юридическими особами немножко по-другому. У них в одностороннем порядке договор не разрывается, только в судебном. В связи с тем, что даже на таких вот невыполнении условий договора, они не хотят разрывать и ждут, чтобы все судебные издержки при подаче на них в суд возлагались на государственный орган. Нами было предпринято ряд каких-то определенных действий. В том числе, я вам сказал, была инсценирована проверка экологии, где были какие-то заключения о том, что есть на самом деле или происходит на территории парка. И нами дальше идут следующие шаги по выяснению законности установления там этих каких-то строений или же там погожения с какими организациями. Вот когда это будет все нам известно или от них будет наданная информация, что это допустим не ихняя. Или ихняя, и они вот на представе там какой-то нормы закона или чего-то там поставили там вот эти вот. Будет идти следующий шаг. Обращение, допустим, к юстиции, исполнительную службу, чтобы они могли своим волевым, именно непосредственным, потому что они исполнением обязанностей, чем они занимаются, да, принять меру к устранению вот таких вот неполадок по нашей личной жалобе или скарге, как говорится. Вот так вот. Понятно. То есть, а эти три юридических лица, какие они надавали конкретные послаки? Я ж откуда знаю какие, у нас не предусмотрены с ними. Если бы у нас был перечень... У вас же есть договор, а в договоре перечни должны быть? Нету такого. Если бы у нас был перечень предоставляемых ими услуг, это было бы одно дело. А так у них есть договор для того, чтобы они предоставляют рекреацию, предмет договора. Стороны уклали цей договор про співпрацю с метою организации, розвитку та функциональной рекреации деятельности в межах территории парка, а также для проведения спільной освітно-виховной, культурно-виховной, науковой наследствии. Вот вам предмет договора. Да, и вопрос и ни о чём, да? То есть договор есть, но о чём он вообще непонятно. Это товаристов хозяюшка. Ну это один из юридических. То есть вообще непонятно о чём он, да? То есть есть договор, но а что делать, крен его знает. Ну вы почитали. То есть на сегодняшний день сумма 254-242 гривны, правильно? Это то, что поступило на этот казначейский счёт. Так, в 2019 год. Але, из них 72 тысячи сюда же упало. Это кредиторка за... Нет, нет. Вот, общая сумма вот эта, 326 тысяч. Из них заработано 254 тысячи и кредиторка 72. Ага, вот таким. Ага, всё, понял. Итого получится 320 за 18-е. А ещё была кредиторка по 1 сентября 2019 года. 254 тысячи вы заработали. Да, это за 2019 год. То есть получается 254 тысячи, 242 гривны, это вы заработали на 30 тысячах, которые... На 30 гривнах. На 30 гривнах, да? Получается так. Потому что на 30 не делится никак она, эта цифра. Она не делится почему? Потому что многие, которые пользователи платят приватом 24, комиссию банковскую платит парк, грубо говоря. И получается нечётные суммы. И вот это набегается потом вот эти вот... Ну, давайте разделим. 254... Вон телефон. 254 тысячи... 242 гривны. 240 гривен, грубо говоря, да. Разделить на 30. Равно. 8474 человека. Ну, это тоже не является показателем, потому что до 1 мая 2019 года была цена 25 гривен. Короче, дело ясное. Ну и на что они потрачены? Ну, а потрачены мы где писали? Из них потрачены только 140 тысяч, которые утверждённые были сметой на этот год. Вот. А остальные 100 тысяч? 110 тысяч. Остальные тысячи, потом 100 тысяч, и потом делается запрос в министерство. Они висят на казначейском счете. Ну, так просьба разрешить нам их использовать по целевому назначению. Там прописываться цены. Ну, я так понимаю, что они для вас сгорают 1 января 2020 года? Нет, они не сгорают. Это спецсчёт, который не сгорает. Не сгорает? Нет. Он переходящим остатком на следующем вот это. Ну, если бы такие были, вот как вы, которые постоянно хотят добиться правды, я думаю, их бы вообще не существовало в априори этих вот дрочистов, как вы говорите. А я говорю на них нарушители правоохранного законодавства. Понятно. Ладно. Я думаю, что сегодня мы достаточно наговорили, да? Ну, думаю, что предостаточно. Но я думаю, что у нас не крайняя встреча. Да, пожалуйста, всегда. Да, вот сколько буду здесь находиться, приходите, будем общаться. Отлично, супер. И самое главное, хотел бы, чтобы я вам пожелать, это чтобы у вас не опустились руки. Я вижу ваши горящие глаза и желание что-то сделать доброе, вечное и светлое. Поэтому, ну, только вам всего самого хорошего. С вашей помощью.